МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Анна Юрьевна, в Сарове стартовала одна из традиционных и старейших акций «Подарим детям Рождество». Расскажите, пожалуйста, как она вообще появилась, когда, кто был инициатором, зачем это нужно было делать? Вы знаете, эта акция, она, наверное, у нас появилась сначала под другим названием. Мы ее называли «Проведи Рождество по-царски». Она и сейчас с этим названием появляется каждые пять лет. И ее инициатором было православное творческое объединение «Мир» и «Центр милосердия», тогда руководим еще Ириной Владимировной Романовой. И вот эти первые акции, по-моему, был год девятый. Да, по-моему, был девятый год, если я не ошибаюсь. Делалось это все совместно тоже с нашими социальными службами. Вот, социальные работники рассказывали, какие у них есть семьи. Например, там, в одной семье очень было тесно, нужно было двухъярусную кровать. В другой семье, там, девочка очень талантливая, одаренная, ей нужна была гитара. В третьей семье, там, маленькие детки, ну, совсем не было никакой детской мебели, а детей было трое. И как-то, чтобы они могли чем-то заниматься, там, не на полу, а рисовать, там, ну, вот. Очень нужна была, ну, маленький столик и стульчики. Вот, потом еще в какой-то семье требовались ребенку лыжи для занятий физкультурой. Это я вот помню несколько таких вот моментов. Я тогда как журналист участвовала в этом вопросе. Вот, и вот эти первые подарки, то есть такие адресные подарки, мы собирали там со всех сторон, как бы привлекая ресурс. Вот, удалось все это приобрести. И вот уже, нарядившись в новогодние костюмы, ходили по этим семьям. И детям в таком праздничном варианте эти подарки вручались. Детям, семьям. Вот, потом, например, кровать помогали собирать, потому что вот мы ее притащить-притащили. Надо было ее еще собрать в этой тесноте. Ну, в общем, как-то вот включались так в работу. Вот так что вот православная творческая объединения и Центр Милосердия. И на самом деле вот эти два названия, они и сейчас в этой акции постоянно участвуют. Только вот с 2010 года, то есть уже 9 лет как, прибавился волонтерский центр «Радость моя». Вот. Теперь, если раньше то по каким-то жертвам отдельным собирались вот эти вот подарки, то когда появился волонтерский центр, то мы стали собирать в торговых центрах средства, чтобы эти подарки приобрести. И в эту акцию вошли уже семьи с детьми-инвалидами, как благополучатели. Ну, то есть мы стараемся принести в эту семью праздник, радость. То есть бесплатное поздравление с Новым годом и Рождеством. То есть Дед Мороз, Снегурочка со всякими там сказочными героями приходят в семью, радуют ребенка. Мы с ним что-то делаем, там танцуем, играем. Вот. И как бы вот такую праздничную атмосферу создаем. Дарим подарки. И вот как раз на это мы сейчас собираем средства. То есть вот у нас уже идет 9-й год. Первый раз мы в 10-м году это делали. Тогда акция была у нас совместная с Департаментом по делам молодежи и спорта. Они очень помогли как раз в становлении нашего волонтерского центра. Информационно помогли. В общем, мы с ним тогда как бы совместно делали такой обмен ресурсами у нас был. Вот. И потом уже постепенно мы начали делать это дело самостоятельно. Вот. Но тем не менее поддержка продолжалась на течение ряда лет. Вот. Так что она, скажем так, общегородская акция. То есть каждый человек, который кладет в копилочку какую-то небольшую денежку, он участвует в этой акции. Вот. И мы о ней всегда рассказываем. И люди знают, что это все не зря. Вот. Ну и по ходу дела подключаются различные благотворители. Или там кто-то хочет детям что-то вкусненького. Там кто-то еще там что-то. То есть каждый по-своему как-то участвует. Ну, я так понимаю, в этой акции могут принять участие все соровщения. Проводятся сборы публичные в торговых центрах. Когда будет следующий? Шестого, седьмого, восьмого и девятого декабря. То есть это у нас с пятницы по понедельник. Ну, мы стоим вечерами в рабочие дни и днем в выходные дни. Вот. Торговые центры Атом, Куба и Плаза на первом этаже. А, наверное, почему вы решили устроить два сбора? То есть, допустим, не равномерно распределить, условно говоря, на весь ноябрь, а устроить вот как-то концентрированно тут четыре дня и тут четыре дня? Ну, просто потому что, наверное, не хватает человеческого ресурса. Волонтеры – это люди, их не вот прям сотня стоит. Если бы сто человек было, то, наверное, каждый один день бы пособирал, и было бы как раз вот так, мы вместе смогли бы постоять. Но поскольку волонтеры отрывают время от своей семьи, от своих детей тоже, от учебы, от чего угодно, то у нас вот хватает сил постоять вот так три-четыре дня. Ну, мы надеемся, что нам хватит на организацию вот этих праздников и подарки. Мы когда с вами встречались в прошлый раз, вы сказали, что у вас такая тестовая страничка на сайте «Я соберу» работает. Да, в этот раз мы тоже хотели это сделать, но вот, по-моему, еще не успели. Я думаю, что вот ко второму сбору она как раз заработает. Что вы, те люди, у которых нет возможности, но не посещают торговые центры, или ходят туда в то время, когда вы там не стоите, могли просто через сайт хотя бы какие-то деньги отправить, если хотят. Скажите, пожалуйста, а как вы выбираете получателей подарков? Формируете список семей, которым нужна поддержка? Что это за ребята? Ну, изначально, уже достаточно давно, у нас вот наши старшие дети, они у нас действительно уже старшие дети, им уже под 18 лет. То есть они к нам в свое время попали в список. Именно вот мы сотрудничали с департаментом, да, вот. То есть как бы адреса и телефоны, они были именно для того, чтобы поздравить. В то время еще не работал закон о защите прав, ну, как это сказать, информации, да. После того, как этот закон появился, новые семьи у нас появляются только одним путем. Мы просим управления социальной защитой оповестить эти семьи, потому что информация у них имеется, вот, о том, что есть такая возможность. Если они хотят, чтобы к ним пришли волонтеры, бесплатно поздравили с Новым годом, с Рождеством, там, весной, с Пасхой, то они могут сами к нам обратиться. Ведь семьи, они, как бы, у них каждый свой интерес. Их достаточно много в нашем городе, около где-то 300 таких семей с детьми-инвалидами до 18 лет. И есть, конечно, семьи, где дети уже подросли, а не старше 18 лет. То есть на самом деле больше гораздо. Но к нам обращаются не все. А те люди, которые, как бы, хотят своего ребенка, ну, может быть, социализировать. Ведь ребенок часто из-за болезни бывает замкнут в четырех стенах. Да, чтобы не было чувства закрытости. Да. Вот если они принимают такое решение, что к ребенку пускай придут гости, которые принесут какое-то ему что-то новое в его жизни. Вот такие семьи к нам обращаются. Есть, к кому мы ходим только домой. Есть, к кому мы ходили, например, домой, ребенок как-то освоился, он повзрослел. Потому что прошло уже, ну, видите, 9-9 год, мы это делаем, да. Они стали приходить на наши большие праздники. И для ребенка это совершенно новый мир. Потому что часто вот эти дети, они не ходят, не как-то, ну, мало участвуют в массовых мероприятиях. И для них это новый опыт. Праздничная атмосфера. Все вокруг особенное, иное. Какие-то интересные занятия, вкусное угощение, спектакль там или концерт. То есть у нас праздники практически не повторяются. А вы и сейчас будете какой-то праздник устроить? То есть будут поздравления на дому, а потом централизованные праздники. Да, для всех желающих. То есть всеми сами выбирают. Мы поздравляем ребенка на дому, либо они приходят на праздник. Но плюс есть еще дополнительная возможность для тех и для других на бесплатные рождественские спектакли попасть. Потому что будет в январе фестиваль «Ясельки», будет играться рождественский вертеп нашего православного творческого объединения «Мир». Приезжие люди приедут в театры, покажут интересные наверняка постановки. И вот на эти спектакли мы всегда приглашаем наших подопечных бесплатно. А где это все будет? Это все в православное творческое объединение «Мир», проспект Мира 50, там, где у нас театр православный. И праздники там проходят, и спектакли. Но вот если еще приезжают иногородние театры, то они могут... Пока просто я не знаю, это не решался вопрос. Они, бывает, что показывают и в художественной галерее свои спектакли. То есть по-разному бывает. Это тоже православная тематика? Рождество – это, естественно, православная тематика. Можно сказать, христианская тематика. А по опыту прошлых лет кто вообще к нам приезжает? Потому что я, если честно, не слышал. Я думаю, что вам нужно пригласить на актуальное интервью православное творческое объединение «Мир». Они вам подробно расскажут. Потому что приезжают интереснейшие театры кукольные. И народные коллективы. Вы знаете, просто открываешь для себя совершенно удивительные грани творчества. Это интересно не только детям, но и взрослым. Это вообще такая семейная традиция, вот эти рождественские спектакли. На них очень интересно ходить всей семьей. И семьи, как раз с детками, у которых есть инвалидность, мы приглашаем и с братьями, и с сестрами, и с сопровождающим взрослым человеком. То есть они приходят с семьей, те, кто хотят. Анна Евгеньевна, я так понимаю, вы оказываете помощь какой-то материальной, хотя бы даже в виде подарков, на что деньги собираются. То есть вы пойдете поздравлять ребят на дом. Что они получат? Это всегда очень красочный календарь на Новый год. Интересная книжка, яркая интересная книжка. Или раскраски для маленьких. То есть какая-то такая интеллектуальная часть. И мы стараемся подарить какую-то игрушку. Игрушку, которая порадует ребенка. То есть подарок такой составной. Иногда что-то вкусненькое. Но мы не акцентируемся на конфетах. Потому что, во-первых, по здоровью не всем детям это можно. И потом родители, я думаю, в наше время вполне могут разобраться, что ребенку нужно, что ребенку не нужно. Мы даже в детские дома стараемся на Новый год и Рождество не ездить со сладкими подарками. Потому что перебор идет. Лучше ребенку общение. Что-то он должен узнать новое, интересное. Увидеть красивое. Вот это важнее в наше время, чем конфеты, я так считаю. И еще родители, конечно, пользуются той возможностью, что придет Дед Мороз. Они часто и сами свой подарок Деду Морозу в мешок подсовывают. У нас есть... Только дети пускай это не слушают. У нас есть целая система, как это сделать. Вот. Чтобы тайком положить Дедушке Морозу еще и дополнительный подарок от родителей. А когда, кстати, вы выходите по домам? Обычно с 25 по 29 декабря. В преддверии, да? Да. Потому что вот это вот предпраздничное ожидание Нового года, именно в это время, все очень ждут Деда Мороза. Все очень ему рады. Анна Ивановна, еще не поздно заявиться, но если есть семьи, которые, допустим, впервые узнали о такой возможности. Да. Вот понимаете, мы уже три года не обновляли как бы наш список. Я думаю, что в Сарове, к сожалению, появились дети, у которых тоже вот есть заболевания, приводящие к инвалидности. Поэтому мы сейчас обратились в Управление соцзащиты, чтобы они, эти семьи, оповестили, что имеется такая возможность. И вот через вас мы тоже обращаемся к семьям, где есть детки с ограниченными возможностями, с какими-то особенностями развития, с инвалидностью. Если волонтеры к вам еще не приходили, но вы бы очень хотели, чтобы это произошло, пожалуйста, звоните нам, мы будем рады к вам прийти. Какие-то телефоны можете озвучить? Да, основной телефон рабочий 77099 и сотовый 89063534637. Анна Юрьевна, неотъемлемая часть волонтерской работы в нашем городе – это гуманитарный склад, который аккумулирует помощь, который потом распределяется людям. Скажите, пожалуйста, как вы сейчас работаете? Есть ли какая-то предновогодняя специфика, что вот сейчас нужно? Вы знаете, предновогоднюю специфику, вот если я говорила о том, что в детские дома мы сладкие подарки не возим, потому что им обычно привозят очень многое от республики, от города, от волонтеров, то вот для семей из Дивеевского района, там очень много многодетных семей и достаточно сложной ситуации, потому что там трудно с работой. Если один родитель в семье работает, это уже сильно здорово. Вот, поэтому вот для этих семей, я думаю, что сладкие подарки, если кто-то захочет принести, мы будем рады принять, и потом обязательно передадим. Вот, ну, соки, какие-то вот такие, как сказать, в разовые, в индивидуальной упаковочке, вафельки, печеницы, то есть вот не вот там ящик печенья, который, ну, чтобы в руки не брать, чтобы каждому ребенку можно было дать что-то отдельное, свое упакованное. Вот такие вот гостиницы, но я прошу, вот если сладости, то лучше приносить уже буквально поближе к Новому году, не сейчас, уже в конце декабря. Ну, потому что сроки хранения тоже имеют место быть, да, мы хотим детям подарить свеженькое. Вот. Игрушки можно, зимние особенно, всякие там, я не знаю, санки, ватрушки, на чем скатываются с горки, как они там называются, вот эти вот ледянки, да. Ну, вот все, что для зимней забавы, какие-нибудь там лыжики, ну, такие бывают, знаете, маленькие компактные лыжики, которые одеваются прямо на обувь. То есть не нужно крепление, это не спортивное, это просто, чтобы покататься. Вот. Ну, в общем, все, что угодно вот для зимних игр, будем очень рады видеть. А теплая одежда у вас часто спрашивают в зимние месяцы? Да, да. Ну, у нас сейчас и приносят много, потому что люди уже как бы привыкли и понимают, что раз наступили холода, надо срочно поделиться теплой одеждой. Это все буквально сразу же уходит и раздается здесь у нас, в городе, у нас более ста посещений гуманитарного склада в месяц. Вот. И, естественно, все отвозится, все, что как бы свыше потребностей нашего города, это поселок Саатис, это Осиновка, это Дивеево и даже Ордатов. То есть там есть аналогичный гуманитарный склад в Ордатове при церкви. Мы очень много им отдаем, одеваются все из окрестных деревень. Пожилые люди, пенсионеры, которые не могут купить на свою пенсию там что-то. И семьи с детьми, где, я говорю, опять-таки, работают не все взрослые. Потому что работы сейчас мало в сельской местности. Так что Саров помогает очень значительно. А есть какие-то специфические запросы на бытовую технику? Может быть, на вещи, которые просто в голову не могут прийти человеку, что кому-то вот это потребуется? Вот на то, чтобы вот в голову не могло подтянуть, на самом деле приходит в голову. Все мы живем в современной цивилизации, и нам всем нужны холодильники, даже в деревне. Люди уже привыкли к этому. Не обязательно новые. Поэтому, конечно, в холодильнике потребность очень высокая. Даже сейчас есть просьбы, не говоря уже о том, что когда наступает лето, это более актуально. Вот холодильники, печки для разогревания пищи. Но это, может быть, не так актуально. А вот даже те же мультиварки, понимаете, да? Потому что, когда ты проснулся, у тебя каша горячая на столе уже сама по себе, как бы уже приготовлена. Ты быстро собираешь детей в школу. Тем более, что если брать сельские районы, да, то обычно добираться до школы не так просто. Это ребенок задолго, заранее выходит из дома. Он либо ждет автобус, либо он сильно идет пешком. Вот в летом, то есть в теплое время еще можно на велосипеде. У нас, например, Дивеевские, мы как-то даже собирали велосипеды. Дивеево же большое село. Кто приезжал, он же видел. А школа одна. И некоторым детям пешком, ну, час топать до школы. Поэтому на велосипедах ездят. Поэтому в теплое время мы велосипеды просим. Даже вот просто, чтобы дети доехали до школы. А сейчас уже на велосипеде, вот особенно если снег упадет, не поездишь. Поэтому, конечно, ну, где-то вот надежда на школьный автобус, да. Где-то ребенок, чтобы дошел, он должен утром крепко позавтракать. Потому что пока он там доберется еще до учебы и там что-то сможет поесть в школе. Вот поэтому любая бытовая техника. Маленькие дети – это, конечно, блендеры, миксеры, чтобы измельчать пищу. Тоже все нужно людям. – Анна Юрьевна, буквально недавно приезжал через Дивеево. Но меня произвело очень хорошее впечатление крепкого зажиточного села. Неужели там так много людей, которым требуется помощь? Или это тоже исключение? – Вы знаете, ну, зажиточное село, конечно, у нас Дивеево развивается. Благодаря тому, что приезжает много паломников, многие люди как бы работают в гостиницах. Есть такое, как бы домашнее, как-то сдают свое жилье. Но это только часть года. На самом деле сейчас уже Дивеево, может быть, даже какой-то кризис терпит. Потому что вот если внимательно проехать по Дивеево, посмотреть, многие дома продаются и не могут быть проданы уже очень давно. Нет такого вот всплеска, как раньше. Ну, в чем, где они работают? Они либо работают в монастыре, либо гостиничный бизнес, который к зиме практически умирает. Либо магазины. Ну, вот школа, больница. – То есть там жизнь почти как на юге, сезонная. – Сезонная, да. Ну, вот государственные учреждения только, я говорю, больница, школа. Вот. И монастырь еще дает большой фронт работы. Потому что там нужно вычистить снег и где-то там стоять в лавочках, продавать что-то там. Да. Но далеко не все могут попасть на эту работу. Потому что я часто общаюсь с теми, кто ищет работу, но не может ее найти. Вот. Такая ситуация. – У нас сейчас активно реализуется паломническо-туристический кластер. Арзамас Дивей-Васаров. Как вы думаете, он повлияет на эту ситуацию? – Я думаю, что он ее способен улучшить. Именно вот за счет большего посещения паломниками и святых мест. Я думаю, это будет положительным. – Там, в конце концов, масштабные работы идут, насколько я понимаю. Многие люди могут там получить какой-то заработок. Но мы сейчас не берем, правда, сложные случаи, когда есть мамы-одиночки с тремя, четырьмя и даже более детьми. – Я, правда, не знаю, такие ситуации есть? – Есть. Я знаю, у нас семью пятеро детей. Но она не одиночка, а просто развод произошел. К сожалению, бывают такие ситуации. – Анна Ильин, у нас остается не так много времени. Мы с вами раньше, когда говорили о том, почему сборы проводятся не вот так равномерно, блоками, четыре по четыре дня, вы говорили, что банально не хватает людей. – Да. – Скажите, пожалуйста, я так понимаю, вы сейчас испытываете потребность в волонтерах? – Конечно, испытываем. Потому что это как бы тот ресурс, который должен обновляться. Это естественно. Как в любое учебное заведение люди новые на первый курс поступают, потом они выпускаются в жизнь, так и в волонтерский центр. Кто-то приходит, проживает в нем свою жизнь, потом у него появляется там семья, дети или еще какая-то ситуация. Вот он уже свой вклад внес. И мы, конечно, приглашаем новых. – Это как жизненный этап, да? – Ну да. – А волонтеры – это вообще возобновляемый ресурс? Или очень тяжело найти человека, который готов тратить свое свободное время и помогать людям? – Вы знаете, я думаю, что вот почему-то мне кажется, что таких людей должно становиться сейчас все больше и больше. Потому что благотворительность, она стала не то чтобы модной, она стала более широко… – Она нормой стала. – Она стала нормой, да. – Раньше это было исключение, оказалось, что непонятно, зачем вообще мы все это надо. – Вы знаете, у людей все-таки есть какая-то внутренняя такая большая потребность в добре, в делании дела добра. Вот я даже недавно познакомилась с инициативной группой из УНИФ, люди, которые так вот откликаются на просьбы о помощи, и сами внутренним своим кругом много закупают, отвозят сами. То есть фактически они делают тоже, как мы, аналогичная работа. И вот недавно руководитель этой группы вышел на меня и говорит, вот у меня кончились просьбы, дайте мне просьбы о помощи. И вот те просьбы о помощи, которые были у нас незакрытыми, я передала им, и сейчас они активно с ними работают. Понимаете, то есть вот для меня это такое просто, ну, я считаю, подарок судьбы, потому что этим людям будет оказана помощь всесторонняя, я очень этому рада. Потому что когда ресурс ограничен, то ты понимаешь, да, вот этому человеку я там помог на одну треть, вот этому помог на половину, этому там на 10 процентов. А за этими процентами там стоит еще большая нужда часто. Потому что мы с Ировчами живем в благополучном таком мире. У нас такой свой мирок. У нас тепло дома, у нас постоянная работа, зарплата капает на карточку. А вот представьте себе, что тебе нужно сходить куда-то за водой, протопить печь, потому что, вы знаете, хоть газ сейчас в большинстве сел проведен, но его стоимость, чтобы подключить газ, так велика, что люди не могут этого сделать. Даже вот для многодетных я даже не знаю никаких льгот. Вот, например, мамочка на материнский капитал купила домик там, скромный домик за 250 тысяч, а газ подключить 160 тысяч, а у нее уже деньги кончились, а ей еще домик отремонтировать надо, потому что домик-то плохенький. Понимаете, вот настолько как-то ситуация часто бывает трудная. Покупаются дома старые. Старые дома надо приводить в порядок, чтобы семья нормально там жила. Утеплять полы, переделывать печи, перекладывать, газовые котлы ставить. Это все копейка очень большая. А как вы вводите в курс дела начинающих добровольцев? Ну, если человек приходит, хотя бы даже посмотреть, попробовать. Наверное, сразу-то в бой его не имеет смысла бросать, испугается, убежит. Как раз надо сразу в бой, чтобы человек не заскучал. Потому что если человек пришел, это значит, что он созрел. Он вот что-то внутри себя преодолел и сделал этот шаг. Потребность какая-то есть. Да, он ее чувствовал, он, может быть, давно ее чувствовал, но не решался. Потому что люди часто как-то сомневаются и в своих силах, и боятся новой атмосферы. Но вот он себя преодолел и пришел. И мы, я думаю, что как раз сейчас такой этап, что можно сразу включиться в работу. То есть мы сейчас уже начинаем формировать бригады поздравительные, в которые войдут наши опытные волонтеры. И мы с радостью приглашаем новичков. Вот я уже обращалась в городской клуб «Инсайд» при молодежном центре, который действует. Приглашала ребят. У нас есть отклики. Я надеюсь, что молодежь придет. Если вдруг человек захотел стать волонтером, хотя бы попробовать свои силы, что он должен сделать? Как-то связаться с вами? Да. Связаться, узнать, когда у нас ближайшая встреча, где она будет проходить. И прийти к нам, познакомиться. Вот одна дама пришла, очень такая милая женщина. Она ходила, ходила все мимо. То там приберет что-то, то еще что-то. Я как-то говорю, вы тут рядом живете? Да. Говорю, у вас, наверное, много свободного времени? Да. Мы говорим, приходите. А можно? Это нужно? Друзья, на этом все. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях была руководитель православного волонтерского центра «Радость моя» Анна Виноградова. Анна Виноградова, большое спасибо, что пришли. Успехов вам и вашим коллегам в работе. До свидания. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова